вы смотрите программу ежедневно на канале сэмбери и я семён берегов ход событий прямо сейчас что творит сейчас галками я не знаю можно об этом говорить в эфире или нет но я от позволения вашего скажу то что к себе уже такие вещи позволяет что я позволю себе сказать то что я думала о нем всегда когда человека которым достоверно всем известно что он гей для отвода глаз для личного обогащения для пути в карьере женится на пожилой женщине как вы уже знаете несколько дней назад разгорелся скандал из-за высказываний маргарита симонян в прямом эфире государственного федерального телеканала россия 1 в программе владимира соловьёва вечер о том что она высказалась о максиме галкине нелицеприятным ту правду о которой молчат долгие годы все окружающие люди в шоу-бизнесе и не только собственно говоря это было сделано после также нелицеприятных высказываний галкина о россии специальные операции и так далее у меня есть полное видео фрагмента этого эфира чтобы не было вырвано из контекста ни одного слова но перед этим хочу сказать что я абсолютно согласен с тем что сказал маргарита симонян о галкине это могу сказать что даже мягко что творит сейчас галкин я уже прошу своих друзей и знакомых но не не присылайте мне я не могу это слышать как он поливает помоями россию и русскую армию но ведь это в первую очередь говорит о качестве а папу своего он до людей а как наверно о качестве этих людей об их душевных признаках я не знаю можно об этом говорить в эфире или нет но я от позволения вашего скажу то человек себе уже такие вещи позволяют что я позволю себе сказать то что я думала о нем всегда когда человека которым достоверно всем известно что он гей для отвода глаз для личного обогащения для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию что у них настоящая любовь но вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия вранья и вообще качество этого человека но зараза они там как на подбор такие ну как на подбор ведь по каждому я их не люблю и не любила никогда ну елки-палки и ты вот человек вот такой лживый перел живые печать ставить негде ты позволяешь себе мою родину обливать по моими не имея ни малейшего представления вообще ни о чем не ни о военной операции не о геополитике не о том что такое вообще родина ну то что за мразь я в конце концов решила позволить себе говорить правду про них про а вот те звездюльки уехавшие-поехавшие которые стали защищать этого никчемного мужичка который спрятался за спину пенсионерки что им должно быть стыдно это позор и так как филипп киркоров пригожин и так далее собчак ну это понятно везде свои сует и прочие звезды звездюльки поэтому их мнение я считаю не будет иметь весомости так как все мы с вами россияне граждане россии понимаем кто есть кто кто в россии работает поддержал россию поддержал президента путина и россиян а кто свалил отдыхать на лечение и так далее программу галкина который раньше вел андрей малахов сегодня вечером на первом канале теперь будет вести николай цискоридзе после окончательно постоянно или нет вопрос но главное что первый канал нашел замену галкин и не ждет еще осталась неизвестна судьба шоу лучше всех также россия и мы сами не ждем урганта с его вечерним шоу и ксению собчак с ее док током мне кажется александр гордон справится и без нее почему она навела такой шорох на российский шоу бизнес об этом через пару минут на канале с эмпирем после перерыва оставайтесь со мной а Это программа ежедневная на канале Сэмбири. Я Семен Бирюков. Вы помните, о чем мы начали говорить, прерывались. Это высказывание Маргариты Симоньян в прямом эфире канала «Россия» в программе Владимира Славьева о том, как она охарактеризовала личность Максима Галкина. Что нетрадиционной ориентации мужчина за счет пенсионерки прячешься за ее спиной, сделал себя состоятельным, известным и так далее. И нечем гордиться, но при этом он рассуждает про политику, в которой ноль и по поводу специальной военной операции. Лезет туда, в чем не разбирается. Об этом Маргарита достаточно эффектно сказала, навела шороху на шоу-бизнес. Объясню почему. Потому что таких, как Галкин, много и им как-то стало бы неприятно. Не по себе. Ну, кстати, хочу сказать, что Сергей Соседов, музыкальный критик, который относится к той, скажем так, группе, как Максим Галкин, он поддержал специальную военную операцию, вроде как я видел, и раскритиковал Максима Галкина за его высказывания. И при этом поддержал Маргариту Симоньян. То есть, видите, все-таки в этой, скажем так, области есть и вменяемые, умные и, скажем так, люди, у которых есть мозги, чтобы понять суть происходящего. Что надо думать не одним местом, а головой. Ну, есть убеждение одно, он остался в стране, как бы, ну, понятно, да? Ну что же, это была программа «Ежедневно» на канале Сэмбири. Я Сэмбиряков. Подписывайтесь на все ресурсы Сэмбири и смотрите дальше больше. Сэмбири и смотрите дальше.